Мы на месте. Мы приветствуем Нелли. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит, но она мне не нравится. Голограмма? Хорошо, оставляем ее здесь. Стоп, ставим маячок зеленый-красный. Если это оригинал зеленый, если это голограмма красный цвет 1, 2, 3, какого цвета маячок? У нас два маячка. У меня голограмма как внутри нее, внутри тонкой копии. Хорошо, я даю команду. Значит, 3 это голограмма с силами его намерения выходит из ее биоробота. 1, 2, 3, и становится рядом, да будет так, а так и есть. С хвостом голограммы. Кидаем эту голограмму в клетку тюрьму. Это дракон. Считай цифры над головой, агрессирует, не агрессирует. Какой дракон? Снимается синий. Хорошо. Снимается всеманские голограммы. Дракон пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Он говорит, я пошутил. В моих руках появляется печать дракона 1, 2, 3, и я шучу так. Включаю на полную мощность. Ребенка знаешь, как ребенок. Убери, убери, плакать начинает. Убираю. Считай цифры над головой дракона. 302. 302. Что-то мне не верится, Вера, что 302 дракон может как-то войти с голограммой внутри, не слишком ли рано ему. Давай-ка выстроим канал от этого дракона, если таково есть, кто еще с ним связан, и попробуем притянуть. Выстраивай канал от этого дракона и притягивай всех, кто с ним связан. Значит, 3, 1, 2, 3. Стоят в клетке тюрьме, да будет так, а так и есть. Прилетел еще один огромный дракон. Мама. Отлично. Считай цифру. Мамы над головой. 8203. 8203. Вот это уже лучше. Я не понял. Она просит отпустить его. А почему я тебя должен отпускать? Ты что, думаешь, ты находишься на какой-то территории, которая не имеет законов своих? Дракон. Появляется печать дракона, включая на полную мощность. Ты не поймешь иначе. Она говорит, не мучай меня, я вижу, что ты сильный. Не уследила. Убираю печать. Я так понимаю, они в доме. Они в доме находятся? Ты в доме находишься? Дракон. Не в ее квартире. Да. Но в здании, где она живет. Хорошо. Я понимаю, что ты там полдома подключил. А что это за твой ребенок здесь бегает? Судя по 302 уровню, так он где-то 5-7-летний ребенок. Обучаю. Отпочковался. И сам прибежал туда без твоего разрешения? Перешел по каналу, да. А, понятно. Хорошо. Как мы будем решать этот вопрос? Цвета шел от Нелли. Им понравилось. Он играл с этим цветом, подстраивался под этот цвет. Изменял себя. А что Нелли? Как она могла это предотвратить? Как она его не почувствовала? В чем проблема была? Она же могла вывести его из биополя. Выдавить его энергией вместе с ним. Это не было сделано или как мне это понимать? Она у нас все тело подключалась к голограмме и копировала ее. 5 дней. Как она могла это избежать, дракон синий? 82-03. Она говорит, дай посмотрю. Энергия, она ее видит. Из нее идут энергии, но они не защищены. Они не защищены. И как их защищать в этом случае? Делать их невидимыми или как? Вдожди. Вижу, что маневец читает, знает. Но твоему ребенку... В общем, она ее показывает. Да. Отвлечена она. От этого. То есть как... Мыслями в другом месте? Да. Иногда здесь, иногда вообще в другом месте. Поэтому доступно. Хорошо. То есть надо быть там мыслями, где ты находишься. Правильно? Я так полагаю. Просто надо дать ей какой-то... Это какая-то неполная доля. Вот он показывает, что... Тот, кто знает, кто он, он всегда это знает. И даже если он отключен мыслями, его намерение охраняет. А она, если отключается, вот эти энергии, они как незащищенные остаются у нее. Хорошо. Пусть она, она может спросить своего куратора, он ей посоветует, как поступить в этом случае. Хорошо. Давай теперь, дракон, скажи мне, что было за пять дней оставлено, что он установил? Это голограмма только или еще энергия у нас есть там? Синхронизироваться пытался с ней. Копировал полностью. Да ты посмотри, какой у тебя талантливый ребенок, я смотрю. В таком возрасте уже такие вещи вытворяет. Энергия у нее яркая, чистая. Поэтому он нравится им такие. Понятно. Мне что, проводить теперь реверс полностью, да? Если там же, наверное, что-то осталось. Но придется делать. Хорошо. И я даю команду, значит, три, сканер начинает сканировать пространство над головой Нелли, под ногами. Три минуты заложникам. Один, два, три. Знаешь, я тонкая копия, она переживает сама на себе. Она как-то так расстраивается, что допустила этого. Да не надо так расстраиваться. И вот этим расстройством она еще больше открывает доступ к ней. Хорошо, тонкая копия, мы обращаемся к тонкой копии Нелли. Не могла бы она объяснить, почему она так переживает? Тем самым, получается, деструктивные энергии на физическом плане у Нелли. Нет никакого основания для сверх какого-то... Ничего не случилось страшного. Для сверх переживаний. Просто этими энергиями мы притягиваем как раз такие сущности. Мама говорит, я в себе разочаровываюсь. Я думала, я много чего знаю. Да при чем? Где мы учимся каждый день? Мало ли, что мы до этого знали. И других защищала, и других лечила. А оказывается, я как в первом классе. Все заново начинаю понимать. Нелли, а по идее надо радоваться, что наконец-то, в принципе, такая идея пришла. В принципе, такая мысль. Иначе бы дальше продолжался этот процесс, который бы не приносил. Сейчас-то уже найдено это все. И причины понятны. И инструменты ты знаешь, как это все делать. Нет никакого основания переживать. Дверь открывается сильным, как я и говорил. Ждем у нас, что там со скеном. Хорошо, давай повторим. Я даю команду тонкой копии Нелли спроекцировать все энергетические и сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам ответственны за чужеродные негативные патогены и низкой аббрационной энергии в ее биополе. Один, два, три. Каналы выстраиваются. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены и низкой аббрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Нелли. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Что сейчас идет? К дракону возвращаются энергии синие какие-то его. Наблюдаем. Она говорит, что как я могла ребенка этого допустить в себя. Хорошо, что я знаю техники. Конечно. Надо чаще погружаться. Готово. Реверс. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Нелли забирается чистую, светлую, божественную энергию по праву. Один, два, три. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Нелли себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. У меня чистые энергии. Яркие такие. Не яркие, я сказала, насыщенные светлым светом таким. Хорошо. Сияние какое-то. Возвращаю. Готово. Даю команду на рассинхронизацию энергии Нелли с энергией синего одного дракона и синего другого дракона. И этой голограммы. Значит, три, один, два, три. Пошла рассинхронизация до числа значения 100%. Голограмма – это и есть дракон. А вот как. То есть он подделывался в нее в виде голограммы внутри. Понятно. Хорошо. Дракон, у меня к тебе один вопрос есть. Если бы вот этот твой маленький дракон увидел или прочувствовал в себе, что Нелли обладатель энергии Арго, как бы изменились обстоятельства с этого момента? Ты знаешь, о чем я говорю? Я знаю. Обожгла бы она его. Он бы ушел сразу? Энергия обожгла бы. Он бы не подошел. Он бы не подошел. То есть я полагаю, если бы она эту энергию ставила себе в защиту, мы бы даже не встретились. Правильно? Да, смотри. Она бы его заинтересовала, этого дракона. Энергия. Он бы подошел. Но он показывает вокруг нее вот этот свет и дракон маленький, который подходит и трогает. Он обжег бы. Хорошо. После того, как он обжегся бы, он подходил бы дальше к этому? Нет, он убежал бы. Отлично. Хорошо. Она показывает. Все. Это была важная информация для Нелли и для того, чтобы она понимала, что у нее все в руках есть. Просто этим надо пользоваться. И не расстраиваться, потому что уже все есть. Надо расстраиваться. Докон говорит, что он показывает разные миры, которые могли бы видеть эту энергию. То есть любой понимает, от чьей она защитой. Хорошо. Важно, чтобы Нелли это понимала. Благодарю за эту информацию. Дракон, скажи мне, как мы сейчас будем решать наши взаимоотношения в связи с твоим пребыванием в этой квартире? Потому что пока у меня нет такого задания, но Нелли в состоянии у нее есть знания. Она может тебя выловить. Она будет чистить свою квартиру. Он не в квартире. Хорошо. Он в доме, но не в ее квартире. Я понял. Я понял. Порталы она найдет, безусловно, сама. Вот. Если там твоего ничего нет, твоих подключек или плат, я просто говорю, чтобы не получилось так, что она тебя по-новому притянет, обходи тогда эту квартиру. И Нелли тоже вместе со всеми жителями этой квартиры. Тогда мы не встретимся. И ты можешь спокойно жить, как и я, и Нелли. Все понятно? Она не хочет таких врагов. Все понятно. Хорошо. Ну, высокий уровень. 82.03. Это все-таки много повидало. Так, мы все вытащили. Ревер закончился. В смысле рассинхронизация, Вера? Да. Отлично. Все мы уже выдавили из нее. Давай теперь сделаем контрольную проверку. Даю команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Она чистая. Отлично. Подхожу. Даю команду Нелли сделать импульс высокой, вибрационную шоку, удары и отсечь от себя все каналы к интерферентам. Один, два, три, удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро и эти каналы выходят на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Все, все прошли, буду отпускать. Хорошо, дракон, я тогда открою вам один портал на двоих, вы уйдете на свою чистоту. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три, синий дракон и один и второй забирают все, что с собой принесли, уходят на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо, Нелли. Как ты себя чувствуешь? Великолепно чувствую. Отлично. Теперь ты чистая. Самое важное, что ты поняла сейчас причину, почему появилась эта сущность и что тебе следовало сделать для того, чтобы ни одна сущность даже не приближалась. Ты это поняла теперь? Да, поняла. Отлично. Значит, теперь все будет отлично. Все, будем возвращать твою тонкую копию назад в систему Биоробот Душа для синхронизации с физическим биороботом. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Нелли в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извиненке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.